Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот мы с вами очень много говорим. Говорим о культуре. В телеграм-канале моем говорим о политике. Будда Гришна, новости, телеграм-канал. И вы знаете, вот захотелось как-то так просто высказать свое мнение. Сразу скажу, что будет предновогодний прямой эфир. Следите, присоединяйтесь. Можно будет пообщаться в более свободном таком формате, открытом. Специальная культурная операция, считаю, просто необходима в нашей стране. Вспоминаю 90-е, 2000-е, 90-е, наверное, даже больше года. Вы знаете, вот не было гаджетов, может быть, не было этих каких-то там фастфудов, еще чего-то. Всего того, что появилось после, соцсетей не было. Но как-то все были, не знаю, мы добрее, что ли, и время какое-то было другое. Играли дети в снежки на улицах, не сидели за этими гаджетами сутками. Ладно, сейчас сидишь, но уже, так сказать, седые волосы появляются. Но я имею в виду, когда детьми-то мы были, а сейчас на детей посмотришь, они эти гаджеты, эти телефоны, эти компьютеры, эти стрелялки, игры читают. Мало кто что-либо вообще. Спросишь про классику, кто ничего не знает вообще. Кто-то хвастается, что он вообще ничего не читает. Идет равнение на Запад полностью. Западные ценности во главе угла стоят. Девочки качают губы, грудь. Зайдешь запрещенограмм, вообще пять подружек все на одно лицо. Мне это просто поражает. Для чего ты делаешь себя такой же, как другие? Тебя Бог создал уникальное абсолютно. Изъян это то, что тебя отличает от других. Это же он есть, если. Зачем ты делаешь себя такой? Потому что это модно, потому что это модно там. Но это смешно просто. Значит, ребята тоже не отстают. В общем, сейчас дети не мечтают. Раньше все равно было какое-то понимание, знаете, что надо выучиться, надо там получить профессию и так далее. Сейчас нет, сейчас такого нет. Сейчас всем плевать хотелось на образование. Я не говорю, что прям всем, но большинство. Мозги промыли хорошо наши молодежи. Другое дело, вы знаете, когда мы говорим об этом, тоже не нужно говорить о том, что прям вот они все виноваты, они там мозги промыли. Кто-то же им разрешил промыть мозги нашей молодежи, правильно? Как-то же они разрослись здесь. Это пятая колонна, которая все это делала. Эстраду, вы посмотрите, вот включаешь. Даже сейчас, когда уже по идее должно все это быть вычищено, включаешь телевизор, показывают клипы. Ну что это такое? Ну титьки вылазят из экрана, понимаете? В трусах до сих пор поют, в трусах. Ну как это может быть вообще такое? И на сцене, и клипы такие же. Все опять завязано показать свои прелести. Понимаете? Ну это же просто невыносимо. Покажите свой голос, покажите свои умения и таланты. Творческая составляющая, чтобы была на эстраде. Нам не нужен шоу-бизнес, понимаете? Потому что это бизнес. Бизнес. Бизнес это деньги, это не творчество. Это люди, которые взяли других людей, чтобы заработать деньги. Используют их. Они не думают о нравственном воспитании молодежи. У нас появились замечательные исполнители. Ярослав Самишевский, шаман. Где Диана Анкудина? Куда вы ее дели? Она поет, но поет. Недавно презентовала песню. Почему? Она греметь должна на всю страну. И множиться должны. Такие, как шаман. Чтобы их было много. Чтобы... Где Олихно? Почему Олихно не пускают на большую сцену? И у нас очень много патриотических исполнителей. Игорь Наджиев замечательнейший. Пенкин выпустил сегодня песню. Посмотрите, у меня тоже в телеграм-канале есть. Значит, замечательная, более молодежная. Он сделал аранжировку замечательную. Никто не хочет слушать. Слушать только... Понимаете, я не знаю, сколько процентов, но прям с ноготок, что называется, людей. В основном, буквально еще год назад, я говорю, мимо песочницы идут девочки 10-11 лет. Ну, примерно я так визуально определил. Из колонки этот рэпер, которого я не пойму, что он поет, мат-перемат, мат-перемат. Я вообще ужаснулся. И сейчас как? Я не могу понять, можно притеснять тех, кто ездит на Донбасс. Алихно рассказывает, вернулся, его притесняют. Там еще Чечерина решила спеть в Москве, там, значит, против всех. Как можно было? Они выступают за нас с вами. Я не понимаю просто этого. И поэтому, вы знаете, специально эти все лезут обратно. Сейчас Ургант пытается пролезть. Все пытаются пролезть обратно. У нас, я просто не понимаю, почему на Первом канале, что, 5 ведущих? Все, больше нет других ведущих. Гузеева, Ургант, кто там еще, значит, и все закончилось на этом. Больше в стране нет людей, которые могли бы провести программу. Больше в стране нет людей, которые могли бы юмористическую программу провести, интеллектуальную программу провести. 5 человек только. Или с ними удобно деньги делить просто. Мне просто непонятно. У нас огромная страна, огромное количество талантов. И на эстраде, и в журналистской среде. Везде просто громадное количество молодежи. Берите, учите. И, собственно говоря, да они сами вас многому научат. Нет, они берут эти 5 человек, что на эстраде, что на телевидении, что там все оккупировали и сидят. Деньги, этот, суют по карману. Но так нельзя. Но это уже привело к тому, к чему привело. Мы должны сейчас быть нацелены на работу с молодежью. Мы должны молодежь с детского сада, со школьной скамьи воспитывать. Для этого необходимо готовить кадры. Это не, я уже говорил, дело не одного дня. Закон принял и все. Это необходимы кадры. Необходимы молодежные движения. Необходима национальная идея какая-то, вокруг которой они будут объединяться. Не идея, связанная с тем, что на Западе хорошо, а здесь плохо. Не идея, связанная с тем, что нужно отдыхать, ехать туда, а не здесь. А идея, связанная с нашей стороной, с нашей Родиной. Вот что самое главное. Поэтому, когда я слышу, что молодежь, вот запретим то, запретим все. Да не запрещать надо. Надо создать какие-то условия. Такие условия, чтобы они не хотели заниматься каким-то, значит, ерундой какой-то. Чтобы они хотели с удовольствием ходить в какие-то кружки. Кружки нужно делать более доступными. Целый комплекс необходимо осуществлять действия для того, чтобы действительно молодежная политика была направлена на развитие молодежи. Сейчас время структурной трансформации изменений. И есть уникальная возможность все это сделать. Будет очень жаль, если это все будет упущено. Если вернутся опять в сети, я не говорю вернутся в плане приезда. Пусть приезжают. Им никто из правоохранительных органов не запрещал въезд. Кому-то запретили, но в основном не запрещали. Но не допускайте их до того, чтобы они опять оккупировали всю эту эстраду, театры, телевидение и так далее. Сделайте вы нормальных руководителей федеральных телеканалов, чтобы они сделали нормальную сетку вещаний. Ведь раньше было много передач. Для подростков он супонив делал. Я уже сто раз говорил, до 16 и старше. И джунгли зовут для более маленьких. А сейчас что посмотреть? Можно было столько одному Гуревичу шоу. Умники и умницы можно посмотреть. Это раз в неделю 20, сколько говорили, 30 минут. Раньше показывают. Подводный DCV команда ГУСТОК. Клуб кинопутешественников. Клуб путешественников. Там туча была программ разных интересных, которые можно было включить, посмотреть. А сейчас что смотреть? Сейчас телевидение превратили в одну сплошную какую-то... Никто не хочет смотреть телевидение. Телевидение как можно превратить в такую вещь, когда вы можете через телевидение поднимать и взращивать морально-нравственные ценности молодежи, патриотизм, но превратить телевидение в такую вещь, чтобы никто не хотел смотреть? В первую очередь молодежь. Наоборот, нужно создать условия, чтобы молодежь хотела смотреть телевизор. И через просмотр этих программ, интересных для них, на понятном для них, доступном для них языке, прививать им какие-то морально-нравственные ценности, почитание старших. Мы должны начинать с самых основ почитания старших. Любовь к родине, взаимовыручка, семейные ценности. Это просто крах института семьи с 90-х годов. Я уже говорил, когда хлынули журналы с этими отфотошопленными красавицами. И начали искать их. Девочки начали худеть. Анорексии пошли тотальные. Сейчас никто не хочет нести ответств ни за детей, ни за кого. Сошлись через три года, все. Вперед разбежались. Дети растут без отцов. Это страшное дело. Никто никого не уважает. Девочки ищут деньги, мальчики ищут, значит, вообще непонятно, что ищут. Я не говорю, что все, еще раз я говорю. Я говорю о большинстве. Поэтому нам предстоит огромная работа. И очень бы хотелось, чтобы эта работа проводилась с людьми, которые действительно болеют душой за страну. У нас люди есть такие. Первый, кто приходит в голову, Мария Васильевна Шукшина, например. Она и общественник, и деятель, и болеет действительно за страну. У нас много таких людей, не только она. Просто так навскидку сразу не упомнишь всех. Там целый ворох. Нет, они почему-то никоим образом не допускаются до того, чтобы принимать какие-то решения. И в культуре. Да и не только в культуре, в конце концов. Это касается многих-многих сфер. И работы с молодежью в том числе. Поэтому, мне кажется, друзья, что... Вы знаете, вот у меня слоган моего канала. В один момент я так вот напишу. Вместе мы сила. Но ведь это действительно не просто слова. Понимаете, когда мы, люди, которые понимают, что... Мне кто-то пишет в комментариях. Да, ну, Господи, если бы вы там могли уехать, чтобы вы там не уехали, да кто же бы уехал сто раз. А кто же сказал, что я не могу уехать? Я просто не могу понять никак. У меня есть все возможности для того, чтобы встать и уехать. В чем проблема? Для меня нет никакой проблемы. Я не уезжаю по одной простой причине. Потому что это страна, это земля, где жили мои родители, мои дедушки и бабушки, мои прадедушки и прабабушки, мои корни. И вы знаете, я не готов... Для меня это так вот... Это мое мнение. Придать их память, как бы, да, и убраться куда-то. Я горжусь величием России. Я горжусь величием своей страны. Я не могу представить, например, вот кто-то едет, не знаю, возьмем какую страну. Вот эти Турцию возьмем. Я не представляю, как я буду себя там чувствовать. Просто не могу представить себя там. Потому что я себя чувствую полноценным человеком только в России. Потому что какие бы здесь ни были проблемы, как бы здесь ни было тяжело, как бы не говорили, что где-то лучше, мы никому нигде больше не нужны, кроме как на своей родине. И никто нас нигде так не будет тепло встречать, как наша родина и наша родная земля. И нигде нашей душе не будет так спокойной. Поэтому все, кто уезжает, так хотят и стремятся, даже имя огромные деньги и связи, вернуться. Поэтому вот это ощущение того, что ты живешь в великой стране, в стране, победившей во многих конфликтах, оно с детства есть. И я не говорю, что там Турция плохая страна или еще какая-то плохая страна. Дай бог им здоровья, всего хорошего этим странам. Но я говорю о том ощущении своем в России. Это моя родина. Почему я должен отсюда куда-то уезжать? Я хочу сделать лучше. Но я не понимаю, почему те люди, которые во многих сферах отвечают, допустим, даже за то же телевидение, не хотят сделать лучше. На эстраде не хотят сделать лучше. Но что это, везде пятая колонна, что ли, проросла? Поэтому вместе мы силы, друзья. Мне кажется, те люди, которые мы, те люди, которые болеют душой за нашу страну, за эту землю, за тех, кто вокруг нас, мы должны сплотиться в едином патриотическом порыве. в порыве любви к нашей Родине. Именно сейчас, когда самое сложное время. Мы должны действительно встать горой за все то, что называется обычным, нормальным словом человек. Все, что формирует человека. Понимаете, сейчас молодой человек с рождения, там, детский сад, школа, он формируется искаженно. Что я имею в виду? Западные ценности нам 30 лет показывают западные боевики. В 90-х годах все это началось. 30 лет эти все. Все западное прет, понимаете? Но у нас же есть свое. Почему у нас на телевидении франшизы западных ток-шоу? Что мы не можем ток-шоу сделать свое? Что мы не можем фильм свой снять, что ли? В чем такая большая проблема сделать свое шоу? Что, у нас нет задумок своих, что ли? Ну, возьмите вы 20-30 человек, креативные молодежи, они вам столько ток-шоу нарисуют на бумаге. Вы замучаетесь потом снимать. Почему там сидят одни и те же люди? Потому что они опять-таки получают деньги за это. Но у них фантазия уже не работает. Вы понимаете, что на ТНТ придумали в новогоднюю ночь переснять иронию судьбы. Ну, куда дальше уже? Они считают, что это перезапустит, значит, иронию судьбы. Сняли всех, по-моему, кто за этот год мало получил, потому что было мало концертов, мало всего. Всех, по-моему, там сняли, чтобы они там заработали как надо. И выпустил это все. И Бузова там, и Киркоров. Все подряд. Все камеди пересняли там. Опять. Ну и куда дальше это? Без них никак нельзя? Обязательно нужно снимать пародии на советские замечательные фильмы? Ну, это же ужасно просто. Почему нельзя новый-то фильм снять? Ну, возьмите, даже если тех же вам нужен, ну, возьмите их, ну, новую идею сделайте какую-то. А почему новых людей не взять? Почему они же должны быть опять? Понимаете, поэтому мое мнение, что предстоит огромная работа. И здорово было бы, если бы мы все-таки встали на эти рельсы и начали в этом направлении двигаться. Здорово, если бы действительно мы увидели творчество, мы увидели, как наши молодые люди действительно вектор движения их корректируется в сторону нравственности, морали. не в сторону того, чтобы они с школьной скамьи понимали, что лучше в Америке живется и лучше сюда уехать. В плане денег, я не знаю, в плане еще чего-то, в плане, там, не знаю, климата, или потому что они пересмотрели американских фильмов, как там хорошо, понимаете? А где наша? Почему мы не показываем? Они в каждом фильме спасают планету. В каждом кино. То от инопланетян. Вон, Борисов вышел, и не только-то, кто-то, кто-то, это контактерша сидела. Ну, вышел он на контакт. Ну, чего вы не сняли, что-то? То есть мы вышли на контакт, спасли планету. Где наши фильмы, что мы спасали? А сколько мы раз на самом деле ее спасали? Сколько мы на самом деле, наш народ спасал планету раз? Об этом нужно снять сто фильмов, понимаете? И показывать их по всему миру. Они придумывают, что они спасали планету. А мы ее на самом деле спасали. И где об этом фильмы? Есть советские. А где наши этого дня? Все одни сериалы нашел, расследовал и так далее. А где эти фильмы? Или какие-то ремейки какие-то? Или, значит, почему иностранные слова постоянно везде? Или переснимают советское? Или, значит, снимают по лекалам западных фильмов? Почему наши не сделать опять? Ну неужели мы совсем настолько уже забыли об этом? У меня просто есть подозрение, что на ключевых позициях пятая колонна натурально находится. Которая не желает просто-напросто видеть в многонациональном народе России, наиталантливейшем народе, наиталантливейшем, действительно таланты, которые плодит просто российская земля. И допускать их до этого, допускают выборочно, единично. Можно говорить, друзья, на самом деле, без перерыва. И кто-то пишет, а зачем? Говорим, что мы поговорили? Поговорили, ничего не изменилось. Многое меняется. Многое меняется. Да, это может быть единичный случай. Но, знаете, если вообще не говорить, мы 30 лет молчали. 30 лет. Нам в 16 лет дом 2 показывали. Еще что? Давайте еще помолчим. Давайте еще помолчим. А что? Наконец-то люди стали говорить. Наконец-то люди стали высказываться. Стали создаваться какие-то инициативные группы, которые своей целью ставят самое главное. Не разрушение, а предложение того, как сделать лучшее. Вот что самое главное. Нужно четко понимать, что есть люди, которые хотят разрушения нашего государства. Они предлагают все, чтобы разрушить. Они делают все, чтобы разрушить. А есть люди, которые в рамках законодательства предлагают, что сделать, чтобы было лучше. Вот это самое главное. На эти силы нужно опираться. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на астросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok